Врать, да постоянно, к великому сожалению. Вынужденная необходимость. Необходимость такая, понимаете. Он честно говорит о том, что его работа, она требует от него вранья. Пропагандисты. Вы видели, наверное, развитие моих отношений с ЧКТРК грязным во время различных руководителей у них. И тот человек, который сейчас является директором ЧКТРК, с ним у нас вообще была такая отдельная история, баталии. И я какое-то время, откровенно, наверное, вообще его всерьез как-то не воспринимал, считал его таким матерым, таким пропагандистом. Но в последнее время мое отношение к нему меняется. И я склоняюсь ко мнению, что этот человек на нашей стороне. Я говорю сейчас про иллюзиониста. Вы не ослышались. Чингиз Ахмадов, иллюзионист. Директор ЧКТРК грязный. Я начинаю вообще фанатеть по этому человеку и считаю, что он на нашей стороне. Он, находясь как бы в логове врага, он делает работу по подрыву всей этой структуры врага. Давайте немножко вспомним. Помните, был такой деятель по имени Ибадуллах. Кадыров как-то заявил, что вот, мол, я напугал 1500 человек, я эту тему затроллил. Кадырова это очень радило. Он подпряг иллюзиониста, чтобы иллюзионист как-то подтвердил это все. Что сделал иллюзионист? Он пошел и записал интервью с этим Ибадуллах. Но в этом интервью Ибадуллах не подтвердил эти слова, а наоборот опроверг. И иллюзионист, что он делает? Вместо того, чтобы сказать так, остановите съемку, ты не можешь так говорить, чувак, это будет проблема. Давай мы с тобой переснимем, ты должен подтвердить эти слова. Вместо этого он берет и просто дает в эфир эти слова. Что происходит дальше? Ибадуллах, этого главу их Вигерда, всю, короче, эту братву подтягивает Кадыров и просто публично опускает. Опускает этого Ибадуллах, заставляет его извиняться. Ты что, говорить не помнишь и так далее. Кто эту фитму сделал? Эту фитму сделал иллюзионист. И кто-то может сказать, ну, может быть, случайно так получилось. А я думаю, случайности, ну да, один раз это может быть, было бы случайно. Но также был эфир с Исламом Кадыровым. Помните, когда он сел с Исламом Кадыровым, задавал ему вопросы. И эта тема привела к тому, что пусть хоть и формально, но им пришлось там сделать вид, что им заинтересовался Следственный комитет и так далее. Кто эту фитму также сделал? Ее сделал иллюзионист. А сейчас на днях иллюзионист выпустил свой очередной ролик. Это один из последних, видимо. И в этом ролике в самом начале он дает такую ключевую информацию, прям вот все, вот он здоровается, дает ключевую информацию. И дальше он под эту ключевую информацию подводит различных людей. Но дело в том, что любой размышляющий понимает, что под эту ключевую информацию подходят прежде всего сегодняшние действующие российские власти в Чечне. Вот давайте я сделал такую небольшую подборку из этого его ролика, давайте посмотрим. Ас-саламу алейкум. В 90-х годах, как мы знаем, существовали ичкирийцы, подавляющее большинство которых провозглашали одно, а делали совершенно другое. Эти христиане, неверующие люди, они все эти собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант, зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров, Кремлевский. А если я Кремлевский, я горжусь этим. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Будет трудно, но цель, инжаллах, это и есть цель, значит, построить ислам-союзлярство. Потому что это только спасет нас. Наши конституции, это Канад. Если вы жили в республике, вы должны знать, какую позицию я занимал, когда было шариатское управление водил. Я всегда говорил, нельзя этого делать. Я был противником ведения шариатского управления. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Когда-то мы начали воевать за свободу, то есть завоевать свободу, независимость. Не получится, мы проиграли. Нам долбили, да? Ну, Рамзан раньше понял, он потом понял, он потом понял, я потом понял. Ну ладно, не получается. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Провозглашали. 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 Ихшивые души будут погашены, лицемерные сволочи будут наказаны. Да. Мы с малейки школы, да мы их тоже, и один юсер, церет иах, но чем мать бич, но чем омах, да я делал, ент яи. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Мне кажется, он искусно овладел техникой говорить, критиковать непосредственно своих руководителей, но при этом так, чтобы они еще были ему благодарны, чтобы они не понимали, что он делает. И эту технику я ее называю вот такой вот, это профессионально, незаметно взять и так раз, опа! Да, до этого у них там в эфире был один человек, который выступал, я ему тогда отдавал первенство в этом, но сейчас я думаю, что нет. Все-таки профессионал в этом деле, я считаю, что это иллюзионист Чингиз Ахмадов. Если кто чеченский не понял, но хотя я думаю, здесь из контекста все понятно, это высказывание Ахмада Кадырова и Магомеда Ханбиева во времена Ичкерии и противопоставленные сегодняшним временам, когда они уже перешли на сторону России. Полная, разумеется, противоположность. И смешно то, что они являются ичкирийскими деятелями. То есть, те люди, про которых он говорит в самом начале своего ролика, он говорит, что ичкирийские деятели провозглашали одно, а делали другое. Как раз мы показали вам этих ичкирийских деятелей, которые действительно провозглашали одно, а делали совершенно другое. Ну и здесь вчера, по-моему, всплыло архивное старое видео иллюзиониста, которое еще больше вызвало у меня уважение к нему. Он, оказывается, начиная эту свою работу, надо вообще понимать, что несмотря на то, что он вот такие вот вещи выдает, несмотря на то, что он часто очень делает такой фитм между ними, но при этом, конечно, большинство времени ему приходится врать. Иначе они его очень быстро разоблачат, и он потеряет и должность, и, может быть, даже поплатит за своим здоровьем. Поэтому он основное количество времени, он, разумеется, врет. И весь этот канал «Чередорга грязная», он тоже врет. И вот всплыло архивное видео. Дело в том, что он, начиная этот свой путь, так честно, искренне признался в том, что ему постоянно приходится врать. Давайте посмотрим. Врать, да постоянно приходится, к великому сожалению. В чем это лучше? Что тебе нужно? Вынужденная необходимость. Необходимость такая, понимаете? Он честно говорит о том, что его работа, она требует от него вранья. И это то, что... Ну, это же смело. Во-первых, это честно. Во-вторых, это смело. Это то, что не может себе позволить Кадыров. Кадыров никогда не говорит «Да, я вру», потому что необходимость есть такая. Он не говорит. Он врет, а потом заставляет других еще подтверждать свою ложь. А здесь человек говорит «Да, говорит, ну, такова моя работа, такая необходимость. Надо врать». Так что я, короче, ставлю тебе лайк, Чингиз. Респект тебе. Вы все смеетесь, а Чингиз, который после твоих слов, что ты прячешь наркотики, думал, сделает хорошую вырезку, сам пошел прятать бутылки в помещении, так как скоро к нему будут гости. Не, не надо. Вы не скидывайте. Он, в принципе, грамотно делает свою работу. Поэтому там, я же говорю, там остаются довольны. Ему еще платят за это. Субтитры создавал DimaTorzok